Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мне приятно отметить, что участие Евразийской группы в Международном горно-металлургическом конгрессе Astana Mining and Metallurgy является традиционным. В первую очередь хочу сакцентировать внимание немного на ту ситуацию рыночную, в которой находятся сейчас все предприятия металлургии, как в Казахстане, так и в мире. Сегодня мировые цены на продукцию горно-металлургического сектора продолжают оставаться низкими. На протяжении 9 лет производители алюминия испытывают сложности в связи с избытком продукции на рынке. В феврале, например, фьючерсы на алюминию упали до 4-летнего минимума. В этих условиях ведущие производители алюминия вынуждены сокращать объемы производства и о таких сокращениях уже объявил в прошлом году «Русал». И о компании «Алкоа», например, тоже один из лидеров по производству алюминия в мировом масштабе, снизила объемы на 800 тысяч тонн. Для сравнения, наш казахстанский электролизный завод, первенец алюминиевой промышленности в Казахстане, имеет мощность 250 тысяч тонн. То есть «Алкоа», грубо говоря, закрыла мощности, равные трем нашим заводам. Ситуация с железной рудой тоже совершенно непредсказуема, непонятна. В первую очередь из-за снижения экономической активности в Китае. По данным агентства «Блумберг», цена на железную руду с содержанием 62% в конце мая упала до 92 долларов за тонну. Это самый низкий уровень за последние 20 месяцев. Но, к сожалению, и это не предел, потому что последние прогнозы аналитиков свидетельствуют о том, что возможно дальнейшее падение цен вплоть до 80 долларов. Ферросплавы, феррохром, например, тоже один из брендов Казахстана в мировом масштабе. Спрос на рынки также отличается последние годы нестабильностью. И вот, несмотря на то, что во втором квартале вроде как тенденция повышения цен наметилась, сейчас уже прогнозы, что в третьем квартале этого года опять будет снижение цен. И таким образом, если суммировать эту ситуацию, то по оценкам ведущих аналитиков, тенденция спада производства в горнометаллургическом секторе продлится еще несколько лет. В этот период компаниям отрасли необходимо сохранить конкурентоспособность своей продукции. Каким образом этого можно достичь? В первую очередь, это невозможно без модернизации и внедрения новых эффективных технологий и реализации инновационных проектов. Евразийская группа в этой ситуации, несмотря на временные сложности, вызванные рыночной ситуацией, вкладывает значительные средства в расширение действующих и строительство новых объектов. Наши инвестиции в казахстанские предприятия за последние 4 года составили порядка 5 миллиардов долларов. При этом большое внимание уделяется выбору технологий, которые позволяют сократить расход электроэнергии, выбросы в атмосферу, повысить производительность и безопасность рабочих мест. В нынешних условиях мы решили направить основные усилия и инвестиции в развитии двух направлений – производства феррохрома и энергетику. Ярким примером тому является новый ферросплавный завод в Ак-Тубе с четырьмя самыми мощными в мире на настоящий момент электропечами постоянного тока по 72 мегаватта каждая. Объем вложенных евразийской группой инвестиций в этот крупнейший проект «Карты индустриализации» составит более 800 миллионов долларов. Проект является инновационным не только для Казахстана, но и в мировом масштабе. Завод воплотит в себе все известные достижения современной науки. Возговору лишь несколько основных преимуществ нового производства по сравнению с действующим. Благодаря этому заводу мы сможем заменить достаточно дефицитный в Казахстане кусковой кокс на мелкие восстановители типа шубаркульского спецкокса и антрациты. Прямое излечение хрома по этой технологии повысится до 92%. Себестоимость производства снизится, по нашим прогнозам, на 15-20%. В 4 раза возрастет производительность труда. Ну и многократно сократятся объемы выбросов в атмосферу твердых веществ по сравнению с существующим производством. В результате реализации этого проекта мы получим полностью безысходную технологию за счет переработки шлаков в строительные материалы, аферосплавного газа в электроэнергию. Статус этого проекта на данный момент таков, что в ближайшее время мы начнем разогрев первой печи, первой из четырех, а остальные три будут запускаться по стадии в течение года, до конца этого года. Это тот проект, который уже реализуется в настоящее время. Но у нас есть еще один не менее интересный и эффективный проект, который мы сейчас только начинаем. Это модернизация шестого цеха Аксусского завода феросплавов. Этот завод один из крупнейших в мире. Построен он был в 1976 году, запущен. Достаточно молодой завод, но тем не менее, те технологии, которые использовались в то время, и те технические решения, которые были на тот момент, основываясь только на них, конкурировать, реально конкурировать с ведущими мировыми производителями уже становится достаточно сложно, особенно учитывая географическое положение Казахстана, удаленность от основных рынков. Вот этот проект по реконструкции или реновации шестого цеха, он представляет из себя следующее. Вместо очередных планируемых капитальных ремонтов печей, вместо того, чтобы просто повторить техническое решение и конструкцию этих печей, мы в ходе этих капитальных ремонтов фактически построим заново новые, современные, более высокоэффективные феррохромовые печи. Эти печи будут герметичные, мощность у трансформаторов 81 МВА, потребуется реконструкция, конечно, системы шехтоподачи, но все это будет реализовано в рамках существующего цеха. Благодаря оптимизации геометрии ванной печи, установке современных трансформаторов, электронного оборудования, а также организации предварительного подогрева шехты за счет сжигания отходящего ферроспловного газа, мы ожидаем, что производственная мощность увеличится на 40%, удельный расход электроэнергии снизится на 20-25%, ну и при этом улучшатся условия труда и состояние окружающей среды. предварительная оценка инвестиций на эту реконструкцию составляет 130-140 млн. и сроки реализации первая печь из четырех, имеющихся в шестом цехе, 64-я печь, в 2015 год, следующие печи, в период 2017-2019 год. это то, что касается чисто металлургии, но вот сегодня тоже уже прозвучало, что ориентировать стратегию развития только на какую-то узкую отрасль без развития сопутствующих или обеспечивающих производств достаточно сложно и недальновидно, поэтому, поскольку предприятия Евразийской группы являются энергоемкими, мы всегда уделяли и продолжаем уделять особое внимание развитию энергогенерирующих мощностей. В состав Евразийской группы входит Евразийская энергетическая корпорация, на которой уже с 2001 года разработана и поэтапно реализуется долгосрочная программа реконструкции всех энергоблоков. В период с 2001 по 2008 год была произведена реконструкция трех энергоблоков. В 2011 году практически заново отстроен блок номер 2. Почему я говорю заново отстроен? Потому что в советское время, в период распада Союза этот блок практически разобрали на запчасти, то есть там оставалось пустое место. Вот в 2011 году на этом пустом месте был сооружен высокоэффективный энергоблок мощностью 325 мегаватт. Следующим после блока номер 2. В прошлом году мы завершили реконструкцию блока номер 6. Это полный аналог вот этого блока номер 2. И в итоге Аксусская электростанция на данный момент производит 17% всей электроэнергии Казахстана и имеет мощность 2450 мегаватт. Это опять-таки к вопросу нашей темы сегодняшней повышения эффективности. Все эти реконструкции направлены не только на поддержание существующих мощностей, но и на повышение эффективности. Эти новые блоки нам позволяют снизить удельный расход топлива, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и повысить надежность энергоснабжения. В нашей комплексной программе реконструкции еще осталась реконструкция трех энергоблоков, которые мы планируем завершить до 2020 года. Ну и электроэнергия невозможна без угля, поэтому тоже особое внимание уделяется и угольной базе, разрез восточный, ЕКО. Объем производства этого объекта 20 миллионов тонн, и около половины добываемого угля расходуются как раз на производство электроэнергии. На разрезе восточном за последние годы, в 2010 году, мы запустили циклично-поточный вскрышной комплекс мощностью 10 миллионов кубометров в год со стоимостью порядка 90 миллионов. И сейчас ведем работу по второму циклично-поточному комплексу на 20 миллионов кубометров стоимостью 195 миллионов долларов. Срок окончания планируемый этого второго проекта 2015 год. Но надо отметить, что циклично-поточная технология на вскрыше, реализованная на разрезе восточном, использована впервые, поэтому оба проекта вошли в карту индустриализации. Но у меня есть еще здесь информация по другому нашему объекту АОШу-Баркуль-Камир. Я, наверное, про него сильно подробно рассказывать не буду, вы можете посмотреть на слайдах. Почему мы решили включить этот объект, казалось бы, чисто горный или энергетический в нашу презентацию? Потому что повышение эффективности производства металлургического, вот я уверен, что все металлургии, которые используют восстановители в своей практике, они постоянно находятся в этом поиске, какие восстановители использовать более эффективно. То есть есть кокс, который идеальный восстановитель, но он всегда дорогой, и есть антрацит, есть полукокс, угли определенные, которые не повторяют свойств кокса, но являются существенно более дешевыми. У нас в сферосплавном производстве, например, эта работа по коксозаменителям, она ведется еще с советских времен, и этот процесс не останавливается. Вот одним из эффективных решений вопроса коксозаменителей является спецкокс, производимый в настоящее время из шубаркульского угля. Он в отличие от кокса у него только в том, что у него немного более высокий процент летучих. Но при этом зольность этого спецкокса порой ниже, чем у лучших коксов. То есть я почему хочу обратить ваше внимание, коллеги, на этот вопрос. просто шубаркуль вошел в эрозийскую группу недавно. Мы, может быть, еще недостаточно продумали стратегию этого предприятия. Я обращаю ваше внимание, что это предприятие может предложить металлогам эффективные восстановители, которые будут существенно дешевле, чем кокс, и которые, может быть, помогут повысить экономику не только нашего, но и вашего предприятия. То есть обращайтесь, мы с удовольствием расскажем, покажем эти особенности, свойства этого продукта. И интересным является не только спецкокс. Сам шубаркульский уголь на самом деле является аналогом колумбийских углей, которые используются в металлургии. Причем используются широко. Я думаю, на этом свою презентацию можно закончить. Единственная такая обобщающая вещь. Коллеги, горно-металлургическая отрасль является для экономики Казахстана базовой. Повысить ее эффективность наша задача, и мы работаем в этом направлении. В следующие пять лет евразийская группа планирует инвестировать в отрасль порядка четырех миллиардов долларов. Из них около 1 миллиарда в обрабатывающую промышленность. Речь идет о проектах, которые предусматривают внедрение инновационных технологий и нацелены на рост производительности и энергоэффективности, снижение себестоимости, улучшение экологии. Мы уверены, что вклад евразийской группы и ее 70-тысячного коллектива в реализацию второй индустриальной пятилетки будет достаточно весомым и поможет выполнить задачи стратегии «Казахстан-2050». Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ